Всем тихой ночи. Помнится, когда-то давно я с фразой «Пришло время этого видео» сел делать ролик о том, что же такое фонд SCP. Сегодня пришло время для ролика немного иного рода. Ролика, который ответит на вопрос, откуда же всё это изначально пошло, и речь даже совсем не о SCP. Вы могли заметить, что секретные организации, в которых работают агенты, имеющие дело с паранормальным, стирающие память случайным свидетелям, хранящие где-то на тайных подземных базах непознанное, это не такая уж и редкая тема. Вы могли видеть подобные в фильме секретные материалы, в «Людях в чёрном», в «Хижине в лесу», в серии игр «Сталкер» и, конечно же, в SCP. И у вас мог появиться закономерный вопрос, откуда это всё пошло изначально, и я отвечу на него. Всё это появилось в проекте «Монтаук». На канале есть видео, где я разбираю фильм по Монтауку, но первоисточник этого всего – это книга Престона Николса, книга, в которой есть всё, что мы любим. В ней и пришельцы, и путешествия во времени, и другие миры, и тайные эксперименты правительственных организаций, и тонны амнезиаков, память стирающих. А ещё у этой книги, послужившей основой целому жанру фантастической литературы, довольно интересная фанбаза. Дело в том, что они реально верят вот в это всё. Верить в это, конечно же, не надо, хотя это как хотите. Самое интересное в книжной истории о Монтаук – это то, что в ней вы увидите черты многих знакомых произведений. Вы узнаете сюжеты многих фильмов и игр, да и целых вымышленных вселенных. И да, я и сам был немало удивлён тому, что SCP и S.T.A.L.K.E.R. и куча всего ещё взяты именно отсюда. Так что надеваем скафандр из фольги, костюм из SCP-5000 или даже сталкерский комбинезон тоже подойдёт. И начинаем погружение. Престон Николс жил обычной жизнью. Он выучился на радиотехнике. После даже получил научную степень в этой области. Затем он начал свою работу в частной организации, выполнявшей оборонные заказы правительства. И однажды он заметил, что в фирме творится что-то неладное. В строго определённое время люди вокруг как бы отключались. Они становились крайне отрешёнными и теряли возможность продуктивно мыслить. Буквально вели себя как зомби. Это заинтересовало Престона. И он стал исследовать радиоэфир вокруг и обнаружил, что ровно в это время на частотах от 410 до 420 МГц подаётся странный сигнал, который заставляет людей временно тупеть. Престон начал поиск источника сигнала, и это привело его к старому радару, недалеко от Нью-Йорка, в местности под названием Монтаук. В течение 10 лет Престону не удавалось попасть на охраняемую территорию. По его воспоминаниям, охранники просто молчали, когда он пытался узнать хоть что-то. Но затем, в один прекрасный день, эти сотрудники просто пропали. Престон зашёл на опустевшую базу и обнаружил там подземный комплекс, содержащий массу редчайшего и сложнейшего оборудования. Он решил узнать, чьё же это всё, и через своих друзей в правительстве он попытался выяснить, кому оно принадлежит. Но те лишь развели руками. По бумагам на этой базе не должно было быть абсолютно ничего. Во второй раз при визите на это место, Престон захватил своего друга-экстрасенса. Во время этого похода они забрались значительно глубже. Экстрасенс остался в одной из комнат, заявив, что чувствует сильные вибрации. А Престон пошёл дальше и встретил на нижних уровнях одинокого, полубезумного бездомного. Бездомный узнал нашего героя и очень ему порадовался. Сказал, что тот был его начальником, пока не появился некий зверь и не уничтожил всё вокруг. Однако Престон заявил, что видел его впервые в жизни. На это бездомный ответил, что Престону просто стёрли память, так как будто это обычное дело. Общение с бездомным было не самым приятным занятием, Ведь он не разговаривал как нормальный человек, а лишь бормотал отдельные фразы, заплетающимся языком. Да и вообще вёл себя крайне странно. Решив, что это какой-то наркоман, Престон покинул этого человека и вернулся к экстрасенсу. Тот в ужасе начал говорить, что ему приходят образы страшных чудовищ, которые пытаются прорваться в наш мир. Престон не придал этому значения. Всё, что его интересовало тогда, это оборудование. По какой-то неведомой причине он решил, что необходимо его вывести. И последующие дни главный герой посвятил тому, что разбирал и перевозил в свою гаражную лабораторию огромные странные машины. В один прекрасный день, который Престон посвятил сбору этих устройств в единое целое, на пороге его дома появился странный человек, который слово в слово рассказал ту же историю, что и бездомный безумец. Теперь всё это действительно озадачило героя. Ведь на вид нормальный человек озвучил точно те же вещи, что и бормочащий бездомный. Это было сигналом к действию, и Престон начал свои поиски. Он начал с того, что опросил жителей окрестностей городка под названием Монтаук, и выяснил много интересного. Например, что примерно в одно и то же время по городу проходила волна немотивированного насилия. Как по команде местные подростки сбивались в банду и устраивали погромы. Также начинали и беситься местные животные. Потом всё вдруг прекращалось. Многие из этих подростков после этого пропадали. Когда Престон вернулся в свою лабораторию, его ждал новый гость по имени Дункан. Он заявил, что узнал Престона, когда тот ходил по Монтауку с расспросами. Дункан вёл себя странно. Говорил обрывистыми фразами, а его память была фрагментарной. Он то ничего не мог вспомнить, то подолго молча стоял, смотря в одну точку. То начинал рассказывать много сложной технической информации по поводу найденных Престоном устройств. Оказалось, что это оборудование возможно использовать для промывки мозгов и редактирования воспоминаний. Престон попытался разблокировать память Дункана, но тот начал кричать, что должен уничтожить лабораторию и убить самого Престона. Но затем успокоился и вернулся к своему прежнему поведению. Престон решил поделиться своими открытиями с Ассоциацией психотроники США, которая, кстати, реально существует. И там собирается полный состав битвы экстрасенсов. От шаманов и ясновидящих до гомеопатов с франшуем. Они ежегодно собираются с 1975 года и обсуждают свои исследования уровней B. Также ребята проводят мастер-классы, где учат вероятно силе Земли и тому, как призвать метафизическую сущность в виде гномика. А также как захватить разум соседа, используя вышку 5G. Там Престона внимательно выслушали. И даже к поискам присоединился некий сенатор, который также посещал эти собрания. Но пользы от этого всего оказалось мало, и Престон продолжил свои изыскания самостоятельно. Его главной задачей стала разблокировка своих воспоминаний, что с приобретением этого оборудования стало возможным. После того, как это частично удалось, проходя по коридорам того места, где Престон работал, он внезапно остановился около одного места. Закрытая дверь, что оказалось перед ним, вызвала сильное беспокойство. Эта дверь была закрыта всегда, сколько он там работал. Обычно Престон не замечал этого, но теперь этот факт не давал ему покоя. Престон попытался выяснить, что же за ней находится, но люди вокруг просто отказывались с ним говорить, когда он упоминал эту дверь. Однако в один прекрасный день она просто оказалась открыта. Престон вошел и увидел, что комната пуста. Из нее явно волокли некое крупное оборудование. Единственное, что было в комнате, это лифт с двумя кнопками. Первый этаж и подвал. Престон вошел в него и нажал на кнопку «Подвал». Лифт проехал несколько метров и остановился, после чего вернулся обратно. Начались и другие странности. На руке Престона внезапно начали появляться пластыри. В почтовых ящиках он стал замечать странные письма. С ним заговаривали неизвестные ему люди на непонятные ему темы. И понимающие удалялись, когда Престон говорил, что не знает, о чем речь. Начав восстанавливать память при помощи найденного оборудования, Престон открыл, что он живет двойной жизнью, о которой у него не остается никаких воспоминаний. Однако теперь его память начала частично сохранять ее фрагменты. И в какой-то момент он обнаружил, как именно можно, проехав на том лифте, попасть в подземный уровень комплекса. Пройдя по длинному темному коридору, он обнаружил кабинет с табличкой «Престон Б. Николс, помощник директора проекта». Вот кем он и был в той параллельной жизни, что он вел в тайне от себя. Он начал жадно впитывать всю документацию, что была в кабинете. Это были записи о путешествиях во времени, о пришельцах и психотронном оружии. Престон возвращался в этот кабинет снова и снова, но в один прекрасный день он обнаружил, что табличка на двери пропала, а внутри лишь голые стены. На выходе его встретил человек в строгом костюме, который сообщил, что лучше бы Престону забыть обо всем увиденном и больше там не появляться. Однако Престон уже узнал достаточно много. На крыше своей домашней лаборатории он начал строить устройство, чертежи которого видел, и которое должно было искривлять время. Во время постройки этой штуки к нему неожиданно вернулось множество воспоминаний. Далее в книге идет довольно большая глава, написанная в псевдонаучном стиле, общий смысл которой в том, что существует особый вид энергии под названием «мертвый аргон», взаимодействуя с которым можно управлять практически всеми процессами на Земле, от погоды до поведения людей. Влиять на его скопление оказалось возможным обычными электромагнитными волнами. И автор даже придумал крутую теорию, которая лично мне очень понравилась. Она заключается в том, что человек – это существо, живущее в потоке времени, от рождения до смерти. Пока человек жив, его душа совершает путешествие через этот временной отрезок, двигаясь от начала к концу. Открыв «мертвый аргон» и возможности влиять на него, ученые нашли способ вносить в поток времени, в котором живет человек, различные изменения, которые приводили к самым разным результатам – от редактирования воспоминаний до полной трансформации человеческого существа. Такие результаты ужаснули власти страны, и проекты были свернуты. Однако люди, которые ими занимались, осознали, что теперь о них в руках оказалась технология, которая дает практически неограниченную власть. Этой группе ученых удалось вступить в сговор с военными, и те предоставили им заброшенную базу ВВС с огромным радаром и большим подземным комплексом, в котором была развернута лаборатория. Радар, по сути, был использован в том же качестве, что и выжигатель мозгов в «Сталкере», только чуть в более мягком варианте. А в самих подземных лабораториях был запущен проект «Монтаук», суть которого в том, что в кресло сажали подопытного и всячески его облучали, пока не подобрали некий ключ к человеческому разуму. Разные виды облучения могли менять настроение, внушать определенные мысли или даже менять личность человека. Одним из подопытных был тот самый странный человек по имени Дункан. Ему в ходе экспериментов не повезло. Во время одного из сеансов облучения случился некий сбой, и ему полностью выжгло мозг, но при этом он каким-то образом остался жив. И тут люди, которые хорошо знакомы со вселенной «Сталкера», уже поняли в чем дело. Дункан и тот бездомный в радаре были зомбированными. Именно такими зомбированными, какие они в серии игр про зону отчуждения. В ходе всех этих экспериментов удалось создать машину, которая была способна практически как угодно запрограммировать человека, полностью изменить его воспоминания и образ мыслей. После этого успеха в рамках проекта «Монтаук» началось создание нового устройства, так называемого «Монтаукского кресла», которое не программирует человека, а наоборот, позволяет прочесть его мысли и увидеть его фантазии. «Монтаукское кресло» сработало несколько странно. Вещи, которые люди представляли в своем воображении, сидя в нем, начали материализовываться в реальности. Достаточно прокаченные люди, сидя в этом кресле, могли создавать целые области измененного аномального пространства. Особенные успехи в этом продемонстрировал зомбированный Дункан. Он смог вообще создать портал в другое время. По сюжету книги первым был создан портал между 1980 и 1990 годом. Так или иначе, на этом этапе эксперименты уже стоили многим людям жизни. Они терялись в бесконечных переходах в пространстве и времени, а другие погибали в аномалиях. Кстати о них. Дунканам была создана постоянная аномалия в виде спиральной дорожки, перемещаясь по которой можно было путешествовать во времени, а также электрические аномалии, позволяющие получать практически бесконечную энергию. Быстро стало понятно, что эксперименты очень опасны, и рисковать жизнями ученых неразумно. Поэтому для участия в разных опасных делах стали отлавливать бездомных и подростков из уличных банд. Их отправляли в самые разные точки пространства и времени. И в далекое будущее, почему-то в 6037 год, и на Марс, и в прошлое. Большинство из них погибало, но выжившие предоставляли много ценной информации. Были открыты древние цивилизации, посещены миры инопланетян, заселен мир далекого будущего переживший апокалипсис. Однако в какой-то момент что-то изменилось. Люди, участвующие в проекте, начали ощущать присутствие чего-то зловещего и пугающего. И вот, в один из дней, когда Дункана в очередной раз усадили в кресло, появилось огромное чудовище, которое начало громить все вокруг. После того, как ученые отключили оборудование, монстр пропал. Но он успел уничтожить практически все результаты исследований и убить множество людей. После этого проект пришлось свернуть. Всем участникам, в том числе и Престону промыли мозги, а саму базу закрыли. Таков проект Монтаук. История, написанная Престоном Николсом, которая без преувеличения создала целый пласт культуры. И, на мой взгляд, абсолютно незаслуженно забыто. Всем пока!